Привет! Генштаб страны утвердил план нападения. В ближайшее время, часы, дни, недели, однако фактически со стопроцентной уверенностью можно говорить, что начнется новая война. Новая фаза войны. На сей раз на севере. Война между Израилем и Ливаном. Точнее между Израилем и Ливанской террористической организацией Хезболла, которую создавал, финансировал и продолжает финансировать Иран. Это иранская прокси. То, что мы видим в последние дни, взрывы тысяч и тысяч пейджеров и других устройств связи на территории Ливана, Сирии, Ирака, у всех этих боевиков Хезболлы свидетельствует о том, что Израиль в очередной раз готовится и осуществляет превентивные действия против своего врага, против своего противника. И что готовится самое, что ни на есть настоящее, масштабная, полновесная, интенсивная атака, которая перерастет в большое боестолкновение, в большую войну между Израилем и ливанскими террористами, то бишь Ираном. Сразу после того, как Моссад, а фактически это был Моссад, хотя он это и скрывает по понятным причинам, организовал взрывы этих пейджеров на территории Ливана и ряда других стран, в карманах штанов и в руках у этих боевиков из Хезболлы, Киев, киевская власть, разведка украинская, военная и ряд других силовых структур явно подсмотрели и явно поняли, что можно взять эту операцию, успешнейшую операцию Моссад на вооружении. И я больше чем уверен, что спустя несколько месяцев, может даже и лет, однако украинская разведка организует подобную успешную операцию и что пейджеры уже закуплены, что телефоны, ноутбуки, солнечные панели, микроволновки, все что хочешь, ручки от дверей, мышки от компьютеров, уже отправлены или покупаются, чтобы их напичкать взрывчаткой и направить на территорию Кремля, Генштаба Российской Федерации, Министерства обороны, ряда других структур и что будут массовые взрывы России. И что вся Москва, весь Кремлевский дворец, весь режим Путина заполыхает, задымится и взорвется к чертовой матери. И что взорвутся не только они, но и исполнители, все те, кто пускал ракеты, направлял их и по Киевскому Ахмадету, и по Полтавскому училищу, и по Харьковскому дворцу спорта, и по семье Базилевича во Львове, и по многим и многим другим гражданским и негражданским объектам на территории украинского государства. С вами я, Александр Демченко, вы на каналах Дмитрия Гордона, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь, а мы начинаем наш традиционный разбор. Поехали! Итак, 17 сентября текущего года все вышло из рук вон плохо. Все просто пошло в тар-тарары для террористической организации ХСБА, которая базируется на территории Ливана и которая захватила весь ливанский народ очень и очень много лет тому назад. Сначала стали появляться сообщения о десятках взрывов, потом о сотнях, потом о тысячах взрывов у боевиков. Горело абсолютно все под ногами и в руках. Взрывались просто и уничтожались бедренные артерии, паховые вены, отлетали кисти рук, отлетали яйца, сжигались глаза дотла. Пять тысяч взрывов произошло. Пять тысяч раз взрывались в пейджеры на территории Ливана, а в последующем в Сирии и в Ираке, где базируются филиалы террористов ХСБА. Огромное количество людей просто направлялось этих боевиков в больницы Ливана, в ливанские больницы. А мы знаем прекрасно, что ливанская система здравоохранения просто ушла в утиль очень и очень давно, что она нефункциональна и что она неэффективна. И что даже в развитой стране, в любой штатах или в стране Европы нереально принять одномоментно десятки, сотни, не говоря уже о тысячах просто людей, не боевиков, обыкновенных даже людей с тяжелыми ранениями. А в первый день только 500 человек по минимальным подсчетам это были тяжелораненые, и 200 человек ослепли дотла. И это самые минимальные цифры, которые предоставляет со стороны террористов. Очевидно, что нужно говорить о цифре, которая в 3, в 4, а может быть и в 5 раз выше. Мы видели с вами эти очереди машин скорой помощи, которые шли, забирали этих боевиков, террористов, и все эти люди умирали в этих машинах или умирали уже на операционном столе. Мы с вами знаем о том, что в руках фактически у посла Ирана в Ливане взорвался пейджер, и что он ослеп. Это в очередной раз доказывает, что иранский режим через своих спецслужбистов-дипломатов постоянно синхронизирует свою кровавую работу, все свои кровавые операции против Израиля и других недругов США, врагов Ирана на территории Ближнего Востока с террористами из Хезболы и с террористами Хамас и другими ячейками и организациями. Взорвался пейджер и в кабинете главы спикера парламента Ливана. Два его сына воюют на стороне террористов Хезболы. Они террористы. Мы с вами знаем о том, что огромное количество боевиков даже не смогли выбраться из своих тоннелей, что у них отлетали яйца, конечности, глаза на территории этих же своих тайных тоннелей на юге Ливана, потому что они не могли даже выбраться из них. Они понимали, что как только они выберутся, израильская авиация, израильская артиллерия, израильские военные сразу ударят по ним и ликвидируют на месте. И они погибали страшной смертью на территории этих тоннелей. Страшной, мучительной смертью. Это была одна из самых успешных за последние десятилетия, наверное, операций Моссад. Во всяком случае, одна из самых масштабных. Это, с точки зрения технологий, была, наверное, самая образцовая их операция. И, конечно же, мы с вами говорим о том, что за последние 2-3 дня израильские спецслужбы убили большее количество террористов просто в разы, нежели за последние 11 месяцев войны с иранским режимом и с его прокси, с Хазбовой и с Хамас. Уже цифра убитых и раненых достигает 10 тысяч людей. И очевидно, что эта операция продолжится, потому что уже в последние дни взрывались не только пейджеры, эти давно забытые средства связи. И я вам сейчас расскажу, почему к ним вернулись террористы Хазбалы. Взрывалось уже абсолютно все и у всех. И мобильные телефоны, и ноутбуки, и непосредственно рации, а также мотоциклы и даже солнечные панели. Взрывается все, что даже не должно взрываться, где нечему взрываться. Понимаете? И очевидно, что вот этими своими действиями израильские спецслужбы внесли самый настоящий хаос. Разброд и шатание в ряды Хазбалы. И все боятся. И в Хазбале, и на территории Сирии, Ирака, и Ирана. Абсолютно все боятся, что сейчас они поднесут к уху телефон, и все взорвется, и им снесут головы. Боятся трогать дверные ручки, использовать компьютер, мобильные телефоны. Выходить на улицу. Просто все боятся. Это напрочь уничтожение коммуникации и полная деморализация своего противника. А теперь давайте с вами поговорим о том, а как же, черт возьми, появились эти волшебные пейджеры. И почему именно пейджеры? Это очень интересная история. 30 июля 1924 года израильские спецслужбы, израильская армия ракетным ударом уничтожила одного из главных террористов. Главу генштаба, фактического начальника генштаба Хезболы Фуада Шукра. За то, что он приказал наносить ракетный удар по футбольному полю на территории поселений Друзов в Израиле. Тогда было убито 12 людей, в большинстве своем дети. И израильские спецслужбы ответили. Они убили Шукра, а в последующем уже 1 августа убили главаря Хамас Ханию прямо на территории Ирана. Во время инаугурации новоизбранного иранского президента. И после этого из Тегерана последовало приказание своим боевикам, террористам Хезболы. Переходить срочно на пейджеры. Давно забытое средство связи из 90-х, которым перестали пользоваться после массового использования мобильных телефонов. Пейджер просто создан для коротких текстовых сообщений. Однако все террористы Хезболы массово на них перешли. Они же не понимали, что сейчас начинается в Ливане самошний наезд настоящая война машин. Как будто все из фильма Терминатор 3, когда все абсолютно машины настроились против. И начинается самошний наезд кровавый апокалипсис. Так и здесь. В Ливане у Хезболы начался апокалипсис. Ей просто конец. Понимаете? Приходит. Причем одномоментно. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе. И вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. И вот эти люди перешли на пейджеры. Эти пейджеры пришли очень интересно, очень долгий путь. Есть такая компания тайванская «Апоа», которая разрабатывала когда-то такие пейджеры. Очень и очень давно. Потом она перешла на создание других устройств, более современных. Пейджеры стали не нужны. И права на изготовление и на продажу она передала ряду европейских компаний. И эти компании, эти заводы, предприятия, склады оказались на территории Европы. Говорят, на территории Венгрии. И, кстати, это очень интересно, что в Венгрии, где правит Виктор Орбан, премьер-министр, он в этой стране, союзник Владимира Путина, как оказалось, Ирана, Китая, что именно этот человек поставил в конечном счете эти же пейджеры на территорию Ирана. И иранские силовики уже передали своим наемникам Хезбаум. Очень интересно посмотреть, что еще продает и передает Орбан Ирану, России, Северной Корее и ряду других стран. Какое оружие или какие товары двойного назначения. Однако уже очевидно, что Орбан, вероятно, если все это правда, является просто выгодоприобретателем от войны. Россия против Украины, Ирана против Израиля. И что он у двух маток сосет. И у Европы со Штатами, и у автократов, у Путина, у Си и у всех остальных. Что, в принципе, никого не удивляет. Однако, фиг с ним, с этим Виктором Орбаном. Интересно другое, что в последующем эти пейджеры попали, как я сказал, в Иран, а потом уже на территорию Ливана в Хезбаум. Непонятно, каким образом туда была вшита взрывчатка. Кто-то говорит, что в литиевую батарею, однако, слушайте, пейджер всего 100 граммов. 50, условно, это батарея, слишком много. Так не будет работать ни один пейджер. Кто-то говорит о том, что, в принципе, литиевая батарея могла взрываться, однако, она могла воспламениться, но не более того. Очевидно, что туда была вшита взрывчатка в 10-15 граммов всего. Очень-очень маленькая, однако, с большой мощностью. Однако, если посмотреть на то, что она была вшита в порядка 80 тысяч устройств на этих складах, то, конечно же, тогда уже округляются глаза, и ты понимаешь, что это колоссальная по своей мощности операция, и, вероятно, МОСАД или выкупал склады, или выкупал целые предприятия и производства, или же ставил туда своих инженеров, или коррумпировал каких-то собственников, которые передавали вот эту продукцию, изготовленную, вероятно, на других заводах, уже израильскими специалистами. Как бы то ни было, однако, вся эта операция МОСАДА, и, вероятно, еще и ряд других разведок, разведсообщества Израиля, я думаю, что и ОМАН, военная разведка Израиля, приложила немалые усилия к этой успешной операции, что, как ни крути, однако, для того, чтобы ее воплотить в жизнь, понадобилось огромное количество месяцев. И говорят уже о том, что минимум полгода прошло, что первый заказ поступил от иранской стороны на территорию этого склада, на территорию этого производства еще зимой текущего года. И вот, соответственно, сейчас стало все взрываться. Почему сейчас, тоже не ясно. Или потому что, как пишут некоторые арабские издания, Хезболла что-то заприметило неладное, и стали играть на опережение израильские спецслужбы, или же это абсолютно плановые действия перед каким-то масштабным броском. А что это за бросок? О чем, в принципе, идет речь? А идет речь непосредственно о том, что генеральный штаб Израиля уже отдал поручение готовиться к полновесной операции против Ливана. Мы говорим о том, что уже вот-вот начнется. В ближайшие часы, дни, недели, не знаю. Однако, могу говорить практически со стопроцентной уверенностью, масштабная военная операция. По большому счету, война Израиля против Ливана. И вот эти вот пейджеры, которые взрываются, мобильные телефоны и солнечные панели, это еще вопрос. Это для того, чтобы Хезболла начала войну, и Иран тогда мог легализовать свой ответный удар? Или для того, чтобы изначально Израиль начал боевые действия на опережение? Вы знаете, уже многие вспоминают о том, что 5 июня 1967 года Израиль действовал точно так же. Перед началом большой войны с Египтом и Орданией и Сирией, которая случилась 10 июня 1967 года. Войны фактически в очередной раз за независимость израильского государства. Тогда была операция, которая называлась «Макет». Переводится это как «Фокус». Израильская авиация, военно-воздушные силы наносили превентивные предупреждающие удары по сначала египетским взлетно-посадочным полосам, по аэродромам, потом по сирийским и по иорданским, а затем уничтожили фактически весь парк боевых самолетов этих стран и потом полностью контролировали небо и здесь выиграли уже загодя до начала войны у этих стран в большом противостоянии. Также и здесь, вероятно, израильские спецслужбы наносили превентивный удар, уничтожили всю коммуникацию, создали абсолютно деморализованную атмосферу, просто уничтожили все средства связи у боевиков, лишили возможности подпитки этих боевиков со стороны Ирана, Сирии ряда других государств и готовят почву для скорого нападения. Более того, я уже точно знаю о том, что 98-я дивизия армии обороны Израиля ЦАХАЛ, элитные подразделения, находятся на севере страны. Мы уже знаем о том, что противоракетные и противовоздушные системы обороны пододвинуты туда. Мы уже знаем о том, что американские F-35 готовы взлетать и просто утюжить ливанскую территорию. Мы уже понимаем о том, что огромное количество вооружений, отправлено туда. И мы знаем, что Генштаб дал задачу Израиле. Северное направление ключевое. Израильтяне, которые потеряли свой кровь и вынуждены были эвакуироваться вглубь страны, должны вернуться. Что ключевая задача отодвинуть ливанские структуры ливанских террористов и ликвидировать их по максимуму. Много возникает вопросов. Один из них, а как это отразится на войне России против Украины? Как это скажется на всем этом? Для начала нужно сказать, что эта война между Израилем и Ливаном, она может быть затяжной, а может быть короткой, интенсивной, масштабной. Но 100% в любом случае, при любом сценарии она будет кровавой. Да, пострадает, как и после Второй Ливанской войны, немалое количество израильских кибуцев, израильских населенных пунктов. Пострадают израильские гражданские. Погибнут израильские военные, как и во время любых войн. Однако Ливан будет сожжен до тла. И ливанская Хазбала, нет, она не будет уничтожена, потому что нельзя уничтожить такую гидру, которая разросла своими головами и в Турции, и в Катаре, и в Сирии, и в Ираке, и на территории Палестины, на территории Ливана. Однако она будет значительным образом ослаблена. Как повернется дальше все дело непонятно. Если этот конфликт будет условно ситуативный между Ливаном, между Хазбалой точнее и между Израилем, тогда американцы не вмешаются. Если туда включится Сирия, если туда включится еще Йемен и Иран, самое главное, тогда вмешаются американцы, британцы, французы и ряд других стран. Тогда уже точно будет никому не повадно и весь Ближний Восток заполыхает. Выгодно ли это Украине? Послушайте, с одной стороны нет, потому что снова будут проблемы с помощью финансовой, гуманитарной, экономической, военной. Однако они и так существуют. С апреля месяца американцы почему-то вновь блокируют передачу Украине помощи. Нужно ли будет в этом винить израильскую сторону? Думаю, нет. С другой стороны, есть определенные бенефиты, есть определенные плюсы, потому что Иран помогает России. Он отправляет инструкторов, он отправляет дроны, он создает производство в России, свои бэк-офисы, он направляет свои спецслужбы, он направляет свои банилистические ракеты. Этого всего может у России не быть, если начнется массовые масштабные боевые действия на Ближнем Востоке, в особенности между Ираном и Израилем. Тогда Ирану придется тратиться на своих псов, на свои спецслужбы, на своих военных, на свою армию и на своих террористов. Ему будет не до России, и Россия, конечно, в этом смысле ослабнет. Поэтому стоит смотреть на ситуацию с различных ракурсов, ее анализировать и оценивать, и постараться в этой ситуации предугадать действия различных сторон, что крайне сложно. Очевидно, что после успешной операции МОСАД, будем говорить, что это МОСАД, хотя, понятное дело, наложено эмбарго, и правительство Израиля и израильские спецслужбы не говорят об этих взрывах пейджеров на территории Ливана. Однако, очевидно, что когда взрывается 10 тысяч пейджеров, то это масштабная, пейджеров, телефонов и так далее, то это масштабная успешная операция, на которую смотрят другие спецслужбы. И я более чем уверен, что Кирилл Буданов и другие украинские разведчики уже направляют запросы на те или иные склады на территории Европы и ряда стран, уже готовят взрывчатку, уже покупают пейджеры, мобильные телефоны, компьютерные мышки, которыми любит пользоваться Путин, или, например, планшеты, которыми любит пользоваться Медведев, ноутбуки, дверные ручки, кондиционеры, стиральные машинки и так далее, и готовятся их направлять на территорию Кремля, на территорию Генштаба, Минобороны Российской Федерации и дальше по списку. И что вскоре Москва, Кремль, Кремлевский дворец и все, что рядом, заповыхает и задымится. И что все эти люди тоже потеряют конечности, глаза, руки и так далее, и что им будет крайне плохо. И будет месть. Самая настоящая масштабная кровавая месть со стороны Украины. И я уверен, что спустя месяц, спустя два месяца, три, полгода, год, но эта операция случится. Потому что и украинская разведка, и украинские силы также растут, также развиваются. И мы это видим по последней операции, которая случилась уже на территории непосредственно Тверской области в Торопце, в Торопце точнее, где был уничтожен склад с боеприпасами, со снарядами для Искандеров, со снарядами для Точка-У, авиабомбами, артиллерийскими боеприпасами, всем тем, что использует российская армия по территории Украины, по мирным жителям и по украинским военнослужащим. Был уничтожен склад Российской Федерации, российских вооруженных сил, 200 с чем-то тысяч тонн боеприпасов, которые больше не смогут быть использованы. Все уничтожено до Туа. Все сгорело до Туа в этой России. Сначала нефтебазы, потом удар по Кремлю, потом удар по Москве и Московской области, удар по Черноморскому флоту, теперь уже склады. И оказалось, что коррумпированные Шойгу, Герасима, все эти генералы продажные, все слили. И все эти склады Российской Федерации и базы не защищены. И я уверен, что и ядерное оружие России тоже не защищено. И что если хорошо бахнуть, то взорвется абсолютно все в этой Российской Федерации. Успешная операция Израиля показала, что можно играть на опережение. Можно возвращать инициативу в свои руки. Можно уничтожать массово своих врагов. Более того, мы с вами в ближайшее время увидим разворот в войне. В войне на Ближнем Востоке. Мы понимаем, что будет эта Северная война. Мы понимаем, что рано или поздно, но в ближайшие месяцы она произойдет. И будем за ней следить очень внимательно. С вами был Александр Демченко. Вы были на каналах Дмитрия Гордона. Ставьте лайк, комментарий, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.